Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Яков Берлин. Сначала коротко о некоторых темах этого выпуска. В выходные в Петрозаводске завершился этап Кубка Мира по ездовому спорту. Подготовка собаки и дрессировка, она осуществляется в различное время суток и в различных погодных условиях. Активно готовят своих четвероногих питомцев и петрозаводские кинологи. Правда не к соревнованиям, а к повседневной работе в новом кинологическом центре. Раз, два, три! Поехали! Деклари! Деклари! Что же вы делаете-то? Студенты Петргу отметили свой профессиональный праздник необычным флэш-мобом. Сегодня глава Карелии с рабочей поездкой находился в Сартовальском районе. Он посетил два строящихся объекта – больницу и физкультурно-оздоровительный комплекс. Встретился с руководством Октябрьской железной дороги, провел заседание рабочей группы по подготовке Дня республики в Сартовальском районе. Также Александр Худеланин побывал в новом горнолыжном комплексе «Калево-парк» с открывшимся под Сартовалой. Склоны в поселке Хеллюля имеют богатую историю. Горнолыжники начали осваивать их с 1957 года. Перепад высот здесь – один из лучших в Карелии – 110 метров. В 2013 году сюда удалось привлечь инвестора из Санкт-Петербурга, который стал развивать горнолыжный комплекс на современном уровне. Сейчас здесь открыт спуск протяженностью 300 метров, установлены подъемники, сделаны трамплины и специальные препятствия для занятий с ноутбордом и фристайлом. Через две недели откроется вторая очередь склона. Его длина составит 700 метров. Глава Карелии пообещал приехать сюда в выходной день, чтобы познакомиться с начинающими горнолыжниками. На склоне комплекса бесплатно занимаются 60 юных спортсменов из спортивной школы Сартовалы. «Посмотрим на уровень подготовки ребят и будем решать вопросы по привлечению спонсоров для приобретения нового инвентаря в отделение спортивной школы», – сказал Александр Худиланин. При этом сегодня стало известно, что горнолыжный комплекс в Спаскогубе прекратил свое существование. Как сообщает газета «Петрозаводск», новые подъемники и освещение трасс на склонах демонтированы, здание пункта проката законсервировано. Напомним, комплекс «Спаскогуба» открылся зимой 2013 года. Это было настоящим событием. Недалеко от Петрозаводска появились две освещенные трассы протяженностью 300 и 700 метров с перепадом высот до 80 метров, четыре трассы для катания и сноуборд-парк. Был установлен подъемник с пропускной способностью 800 человек в час. Однако в прошлом году у инвестора начались проблемы. Из-за отсутствия снега оказалось закрыто большинство трасс в Спаскогубе и резко сократился поток посетителей. Также сложности добавило повышение арендной ставки за землю и открытие под Петрозаводском горнолыжного центра «Ялгора». Он составил серьезную конкуренцию в Спаскогубе. В итоге весной комплекс выставили на продажу, но желающих приобрести этот бизнес не нашлось. А в выходные в Петрозаводске завершился этап Кубка мира по ездовому спорту. В этом году на участие в гонках по земле «Сампа» поступило 122 заявки из пяти стран мира, что говорит о возрастающем интересе к карельским соревнованиям. И специалисты, и спортсмены отметили высокий уровень подготовленности трассы и мероприятия в целом. А тех, кто принимал участие, как спортсмены готовились к стартам и кому удалось выиграть – в репортаже Алюна Сианти. Вой, как победный клич. Так перед стартом настраиваются четвероногие участники гонки по земле «Сампа». Собаки уже готовы, а каюры завершают сборку нарт. Эти весят 11 килограммов. Четыре пса повезут их со скоростью 30 километров в час. Новичкам наших соревнований, мурманчанке Лилии и ее питомцам, предстоят два забега по 6 километров. Есть ли вероятность того, что, например, собака закапризничает во время гонки? Конечно, есть. Все зависит от собаки. Побежит она, не побежит. Это ее настроя. Конечно же, это тренировки. Тренируемся мы три раза в неделю. Бегаем по 2,5-5 километров. Перед стартом на площадку, где каюры готовили собак к заездам, заглянул глава Карелии Александр Худилайнин. Глава региона интересовался достижениями спортсменов, их питомцев, а также мнением об уровне организации гонки по земле Сампа. Это самая лучшая гонка в России. Я не видел другой гонки. Хотя проехал. Я в гонках участвую с 2005 года. Но если будем претендовать на чемпионат мира, поддержите? Вот так вот. И ноги, понимаете? Александр Худилайнин пожелал всем удачи и официально открыл Петрозаводский этап Кубка мира по ездовому спорту, который набирает популярность. С каждым годом география участников возрастает. И в этом году мы принимаем уже больше 100 команд на территории Республики Карелия из Российской Федерации и из ближнего и дальнего зарубежья. В этом году испытать себя на средних и коротких дистанциях захотели спортсмены из России, Чехии, Сербии, Белоруссии и Финляндии. Стартовая площадка гонок разместилась на городском лыжном стадионе «Коммунальник», а основная трасса пролегла на территории спорткомплекса «Курган» и лесным дорогам близ Лососенова и Машизера. Увидеть передвижение участников на дистанции можно было на большом экране на стадионе. К участию в соревнованиях допускались собаки любых пород. Правда, традиционные северные ездовые типа гренландской, сибирской хаски и аляскинского маламута соревновались в отдельной группе, как менее стремительной от природы. Разделение по группам было и среди каюров. Обычно в классах, где индивидуальное мастерство человека важно, то есть лыжники, мужчины и женщины бегают по отдельности в разных категориях. Поскольку в тех же, где доминирует умение, скорость и тренированность собак, то есть нарты, там мужчины и женщины не разделяются в отдельной категории. Представители сильного пола оказались быстрее в большинстве случаев. Победители соревнований определялись по сумме всех этапов. 40 километров упряжки на шести собаках быстрее всех, как и год назад, преодолел чех Мартин Вртел. В упряжке на 8-12 собак лучшим стал спортсмен из Подмосковья Михаил Шелковин. А в спринте на 6,10 километров первым был финн Весапекка Лехтумяки. Главными организаторами соревнований выступили Минспорт Карелии, Республиканская федерация ездового спорта и администрация Петрозаводска. Помощь спортсменам и зрителям оказывали 150 волонтеров. По мнению экспертов и участников гонки, главный зимний праздник года в Карелии удался. И, как заявила представитель Международной ассоциации ездового спорта Анна Макинтайр, Карелия готова к тому, чтобы принять у себя в 2018 году чемпионат мира. Осталось только подать заявку. Активно готовят своих четвероногих питомцев и петрозаводские кинологи. Правда, не к соревнованиям, а к повседневной работе. Служебные собаки и их наставники с начала этого года обживаются в новом кинологическом центре на Лососинском шоссе. Он был построен на 7 месяцев раньше запланированного срока, что особенно ценно в связи с наступлением сильных морозов. В новом комплексе предусмотрены не только просторные вольеры, но и кормокухня, бедлечебница и даже своя лаборатория запахов. В гостях у новосилов побывал наш корреспондент. Грациозная перри больше напоминает артистку, чем служебную собаку. А ведь она эксперт по трупам, потому что быстрее всех может найти останки человека. Здесь найдутся специалисты и других направлений. У нас собаки различного профиля подготовки. Это собаки по поиску наркотических веществ, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Тут и патрульные собаки есть, конвойные собаки. И самая основная – это общерезусной профиль работы. С начала этого года 64 мохнатых питомца и 24 кинолога МВД Карелии обживают новый комплекс площадью более 2000 квадратных метров. Он построен на месте прежнего, деревянного, без элементарных удобств. В новом центре есть не только вода, но и собственная ветлечебница, оборудованная всем необходимым для обычного осмотра и проведения операций. Особая гордость центра – адрологическая лаборатория. Настоящее хранилище запахов с мест происшествий. Собака исследует запахы, изъятые на месте преступления и изъятые, допустим, у какого-то там человека. И сравнивается вот эта проба. Кстати, количество обонятельных клеток у четвероногих зависит от породы. Например, у лабораторов и немецких овчарок их 220 миллионов, у спаниелей – 70. Все названные породы задействованы на службе в Карельском кинологическом центре. Самым юным его обитателям – 7 месяцев, старейшинам – 11 лет. Каждый взрослый питомец имеет свою жилплощадь – будку метр на метр. Близи просторных вольеров находится и особо уважаемый собаками объект – кормокухня. Между прочим, нашим мохнатым полицейским тоже положена северная надбавка, поэтому они получают 750 граммов сухого корма в сутки, что на 150 граммов больше, чем в других регионах. Зимой запариваются сухие корма, чтобы собачкам было тепло, чтобы они одновременно и попили, и поели. Сколько кормят? Да, сколько раз в день? Два раза в день. Утром, где-то в двое, у меня 11 часов, и вечером, где-то с 4 до 5. Хорошее питание прибавляет сил и позволяет собакам без устали тренироваться. Если пес учится искать наркотики, взрывчатку и трупы, то это занимает около месяца. На отработку навыков розыска и задержания уйдет месяца два. Готовка собак и дрессировка, она осуществляется в различное время суток и в различных погодных условиях. То есть сейчас вот солнце светит, да, сегодня сделали так. Потом стемнело, пошли сделали по-другому. То есть собака не должна привыкать к одинаковым обстановкам. В новом центре созданы все условия, чтобы добиться хороших результатов. Но даже на такой собачьей работе главным по-прежнему остается человеческий фактор. Петрозавовские автолюбители на этих выходных снова испытывали трудности с проездом через понтонный мост в Соломином. В итоге люди потеряли в пробке около двух часов. Самые невезучие оставили на мосту бамперы и глушители. Особенно проблемной оказалась последняя аппарель, расположенная ближе всего к церкви. Только за три часа на мосту произошло пять аварий, сообщает информагентство «Республика» со ссылкой на городскую ГИБДД. Возмущенные петрозаводчане и гости города поделились впечатлениями в социальных сетях. Когда же сделают мост с Соломином? Одна за другой машины застревают на пузе, оставляя глушители на ходу. Сегодня ехали к 15.00 в город. Ребенку был день рождения, был заказан стол, приглашены гости. Пришлось бросать машину и бежать с детьми. Конечно, опоздали. Хорошо люди вошли в ситуацию. Это просто кошмар. Такого я еще не видела. Стыдно. Городским властям должно быть стыдно за такой мост в столице Карелии – Петрозаводске. Сегодня ездили на местный горнолыжный курорт Ялгора. Машина «Хонда Сиэрви». Машина стоит на проставках 5 сантиметров выше оригинала. Сорвали глушитель. Как же нашим туристам добираться до достопримечательности города? На обратном пути простояли один час в пробке. Как жители Заозерья добираются до города? По словам начальника управления городского хозяйства Александра Исакова, во всем виноваты природные условия. Вода в Онежском озере немного упала. Конструкция апарели со стороны Заозерия не соответствует требованиям, которые необходимы для беспрепятственного проезда автомобилей. Со стороны Заозерия действительно была пробка. Она вызвана именно конструкцией данной апарели. В мэрии также сообщили, что сейчас решается вопрос по внесению изменений в данную апарель, чтобы не было затруднений у водителей. Но все это временные меры. Горожане беспокоятся, что мост будет и вовсе закрыт. Еще в ноябре этого года транспортная прокуратура Карелия сочла его состояние неудовлетворительным. Но тогда закрыт он не был, ведь это единственная связь Заозерия с Большой землей. Сегодня в прокуратуру поступило новое обращение от гражданина недовольного состоянием моста. Администрацию Петрозаводска уже не раз привлекали к административной ответственности. И в транспортной прокуратуре сообщили, что они могут обратиться в суд, если в администрации не будут предпринимать какие-либо шаги по ремонту моста. Напомним, новый мост может появиться в Соломином не раньше 2019 года. Он включен в концепцию проекта федеральной целевой программы. А сейчас коротко о других событиях республики. В ночь субботы на воскресенье на Октябрьском проспекте загорелся двухэтажный деревянный дом. Горели подъезд и семь квартир. Возгоранию присвоили категорию повышенной сложности. Пожарные эвакуировали 20 человек, в том числе двоих детей. На пепелище пожарные обнаружили тело 54-летней жительницы дома. Причины пожара выясняются. Костомухши инспектор ДПС и его супруга за деньги прописали в своей квартире 14 человек. Такова версия следствия. В их квартире оказались зарегистрированы 12 россиян и два выходца из стран бывшего СНГ. Фактически все эти люди там не проживали, сообщили в Карельской прокуратуре. Уголовное дело по факту фиктивной регистрации направлено в суд. За это преступление злоумышленники могут лишиться свободы на три года. Вчера в Ледовом дворце в Контопоге СК Карелия обыграла команду из Рязани со счетом 2-0. За всю игру наш вратарь отразил 41 шайбу. Вчерашняя победа позволила нашей команде подняться на одну строчку в турнирной таблице. Следующий матч хоккеисты СК Карелия проведут 29 января. В воскресенье в Петрозаводске прошел первый марафон ползунков. Юным спортсменам предстояло за максимально короткое время проползти 5-метровую дистанцию. В соревнованиях получили официальный статус спортивного мероприятия. Их судила профессиональная жюри. Победителей определяли в трех весовых категориях. Лучшим ползунком среди 6-7 месячных спортсменов стала Анисия Ходько. Среди малышей от 8 до 9. Максим Балашов. Среди старших от 10 месяцев до года Денис Кистеров. В это воскресенье вся страна отмечала Татьянин день. Профессиональный праздник не только Татьян, но и всех, кто учится в высших и средних учебных заведениях. Студенты Петрозаводского государственного университета устроили на набережной Онежского озера настоящий праздник по этому случаю. Раз, два, три. Поехали. Ай, ну, не клави. Ай, реклама. Что же вы делаете-то? Вместе со студентами ректор перетягивает каната. Поднявшись, рассказывает, что День студента – не единственный повод для сегодняшнего праздника. С этого сегодняшнего мероприятия, Дня студентов, мы начинаем целый ряд мероприятий, посвященных 75-летию. Так что программа будет очень насыщенная. Будет очень много... Конечно, мы очень много хотим сделать для того, чтобы подготовить университет к юбилею. Будет много выставок, будет много спортивных соревнований. По первоначальному плану студенты должны были запустить небесные фонарики, но МЧС запретила эту акцию. Пришлось обойтись обычными фонариками. Держа их в руках, студенты выстроились возле памятника Отто Кусинину в цифру 75, а с воздуха их снял квадрокоптер. Сразу после этого светлого флешмоба «Файер-шоу». Вообще, начал отмечать юбилей университет ярко. Света в этот вечер на набережной было много. И огонь, и фонарики, и фейерверк в конце. Это все новости на сегодня. В студии был Яков Берлин. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok